Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас у себя на канале. Сегодня мы поговорим вообще о пожаре, который произошел, и расскажем все новости, которых не было в предыдущих видеосюжетах. И давайте полностью справиться с пожаром огнеборцам удалось в 12.20. В настоящее время проходит обход квартир на месте задействованных представителей коммунальных служб, которые проверяют инженерные сети. Спасатели ведут работу по организации разборки и проливки тлеющих очагов. Специалисты пожарной лаборатории ГОИ МЧС России по Краснодарскому краю предстоит привести работу по выявлению очага возгорания и причин его возникновения. Об этом немножко далее. Это как раз таки связано с той самой присволотой сауной. Мы о ней поговорим чуть-чуть позже. Последняя прислужба МЧС пожаром повреждена на мансардном этаже 23 квартиры. На седьмой и шестых этажах квартиры частично повреждены водой. Ран пожара понижен до второго номера, жертв нет. Хотя изначально люди писали о том, что пролили квартиры до первого этажа. Но сейчас вот видите, только на шестом и седьмом все остальные заявляют, что ниже квартиры сухие. Это просто великолепные новости. Продолжает действовать временный пункт размещения эвакуированных людей в ДК Алексеевский. Рабочие группы собирают информацию по учету пострадавших граждан и их размещения. Задействованы сотрудники правоохранительных органов, медики, психологи, специалисты муниципальных и федеральных структур. Три анапских предприятия санаторно-курортного комплекса готовы к приему людей. В настоящее время заявки на расселение составили 78 человек, 24 из них дети. Работа по оказанию необходимой помощи людям продолжается. Мэром Анапы введен локальный режим ЧС, на основании которого всем пострадавшим от пожара будут произведены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Очень было много слов по поводу размера этой выплаты. Но как минимум я считаю, что она может какие-то первое время позволить продержаться. Это лучше, чем ничего. Конечно, всем хватило, чтобы всем дали новые квартиры, но у нас в чем в государстве теперь так не работает ничего. Привыкайте, ребятки. Спасибо администрации за то, что вообще хоть какую-то помощь оказывают. Это прям позитивно. Действуют горячие линии по вопросам временного размещения. Это все есть на сайте администрации. Теперь все спрашивали, как можно помочь тем людям и есть ли какая-либо помощь. У нас на сайте администрации опубликована информация. Благодарительный центр «Втрое руки» ведет прием гуманитарной помощи для пострадавших в пожаре в Алексеевке. Для всех, кто имеет желание и возможность оказать посильную помощь, Погорельцам государственный центр «Втрое руки» открыл централизованный сбор вещей, предметов первой необходимости. В первую очередь необходимы одежды, средства гигиены, предметы быта, товара для детей, в продуктах необходимости нет. Центр помощи работает ежедневно по адресу города Напол, советская, 103-4-9-0-0-17-0-0. И просят остерегаться мошенников. Никаких координат, кроме того, что есть адрес, нет. Значит, если вы хотите оказать посильную помощь, вы можете только приехать, оказать именно физически. Но вот здесь в натуральном объеме, то есть помочь как-то деньгами людям возможности не будет. На этом как бы наше сегодняшнее повествование не заканчивается, потому что мы теперь поговорим о том, что Следственный комитет разобрал данное деяние и представил следующие подробности всего происходящего. Давайте послушаем. И, кстати, сауна говорят, что была все-таки. Хотя люди, с которыми мы общались до этого, заявляли, что нет, не могло быть, нет, невозможно там над нами. Но сауна стала точкой преткновения. И теперь слушаем. Это просто фантастическая история на самом деле. Но мы же не можем не доверять, как говорится. В Анапе в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело. Уголовное, то есть вы должны уже это все понимать. Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю по результатам проведенной проверки в связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено статьей 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности в отношении одного из жильцов дома. Кто же такой прям нехороший? Как сообщается ранее, утром 12 марта 2021 года в восьмиэтажном жилом доме на пересечении улиц Спортивной Лазурной в Анапе произошел пожар, в результате которого выгорел мансардный этаж и уничтожено 23 квартиры. Это в 4.20 утра происходило. В ходе проведенного осмотра места происшествия следователя при участии экспертов пожарных техников установлен очаг возгорания, который располагался на восьмом этаже. В качестве возможной причины возгорания следствие рассматривает неисправность электропроводки. По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды. Ну, то есть он его купил, это не знаю, вот как это, технический этаж, когда там все жилые были. Это же, ну ладно. Построил дополнительные помещения, в том числе и саун. То есть он расширялся как мог, и в 64 года мужичок решился сауну построить. Звучит просто, да? Также им было самостоятельно проведено электричество и другие коммуникации. При этом, ну, рукастый мужик сам проводил, сам сауну строил. 64 года, слушайте, я мечтаю просто о таком здоровье. При этом соответствующее разрешение от контролирующих органов получено не было. Соседи не видели, никто не слышал, просто строилось дополнительное помещение. При этом соответствующее, как прологает следствие, результатом совольных действий указанного лица стало возможным произошедшее возгорание, уничтожившее весь мансардный этаж. Вот так вот уничтожил весь мансардный этаж. Причем люди под квартиры этого человека, проживавшего, говорят, что нет, там девушка жила с ребенком, то есть они даже не могут, наверное, сейчас подумать, что у них кто-то там аквадискотеку замутил на крыше. Назначены пожаротехнические оценочные экспертизы. Допрашиваются свидетели и пострадавшие жильцы. В администрации города и управляющей компанией изымается интересующее следствие документации. Какая, спросите вы, там же мужик видовать. Ну, вопрос в том, что вот как Ярослав говорил ранее, что у них в Новокузнецке на крышах живут только голуби, а в Анапе проживают все. И в подвалах живут. Вот так вот мы живем здесь на юге. Лишь бы жить на юге возле моря. Пить-пец, короче, сейчас будет по Анапе твориться. Жилье еще дороже станет, вот прям 100%. В ходе следствия будет дана оценка действий на должностных лиц, органов местного самоуправления и контролирующих органов в период проведения введения жилого дома в эксплуатацию. То есть это с 2008 года мне писали, что дом стоит. И проведение дальнейших контрольных мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности. А расследование уголовного дела продолжается. Вот такое вот невеселое сообщение. Получается, что следственный комитет все-таки обнаружил сауну в каких-то технических помещениях в районе седьмого этажа. Ну, горела сауна восьмого. Ой, горела мансарда. Либо восьмой этаж, как ее называют. В общем, какая-то путаница идет. Вроде бы выгорела только кровля. Мы летали вокруг, нижние этажи были. Вот не седьмой же ни один вроде бы не был пострадавший. А по факту получается у нас, что все-таки нет, не так, неправильно вы смотрели. Надо искать, как говорится, в других местах. Но мы будем надеяться, что все-таки это действительно правда. Что вот ты как считаешь, что человек мог себе построить сауну, чтобы никто не знал? Ой, сначала же говорили, что заселена вся мансарда. А теперь утверждают, что это технический этаж, самовольный захват и так далее. Что-то не сходится. Ну да, интересная информация. Вы пишите, ребятки, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно вас послушать. Вся информация на данный момент озвучена. Если что-то появляется, читайте комментарии под видео. Потому что и люди добавляют туда все то, что происходит вокруг них. Ну и мы будем стараться держать вас в курсе событий. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Надеюсь, что было все полезно максимум по факту. И дай бог, чтобы ваши квартиры и все вокруг вас оставалось в целости и сохранности. Герите себя и своих близких. Всем пока и цена. С вами был Юрий и Ярослав. А, это подпишись, братски. Вот тут подписка и лайк там, и комментарий. Это будет вообще прям офигенно.